Кому не хочется в выходной день собрать семью, пожарить шашлык и посидеть у костра под звездами. Горно-лесистая местность между малым и большим утришом манит к себе анапчан и гостей курорта. Реликтовые можжевеловые и фисташковые леса, между прочим, сгорают молниеносно. Открытый огонь на сухой траве возле валежника и сухостоев – первая причина пожаров. Напряженная ситуация как раз летом, когда большой напоев туристов. Особенно напряженные места – это между большим и малым утришом, это так называемые вагуны. Казачья дружина по противопожарной и санитарной безопасности лесов не дремлет. Совместно с лесничеством идет регулярное патрулирование территории. Виктор Шаров – командир дружины Курения Ореховой. Десять лет патрулирует леса сухой и утриша. И знает, как обратиться к туристам так, чтобы услышали и прониклись. «Объясняем, согласно правилам, что нельзя разведение, пожароопасность. В специализированных местах только можно разводить. Мангал иметь с собой и какие-то емкости с водой». Как первоклассникам терпеливо и настойчиво лесной патруль объясняет отдыхающим, что в лесу нельзя курить, сорить и жечь костры. Раз в три дня дружина прочесывает леса и горы. Выявляют любители дикой природы, относящихся к ней халатно. Отслеживают и незаконную вырубку реликтовых деревьев. «Дружина по охране леса составляет численность ее 14 человек. Это 4 человека в станице Гостогаевской, Гостогаевское лесничество, и 10 человек здесь по поселку Суково, Варваровка и Большой Утриш. Работает согласно графике, установленной Новороссийским лесхозом. Это у нас и пеший патруль с шансовым инструментом, это иранцы, это и хлопушки, лопаты. И также есть у нас конный патруль, который патрулируют в труднодоступных местах. То есть там, где машина не проедет, естественно, тогда на конях». И правда, по этим горным тропам машина не проедет. Но казаки работу знают. Небольшие возгорания способны локализировать собственными силами. Если пожар серьезный, вызовут специальную пожарную службу и помогут физически. «Эффективность доказывает то, что в последний, вот в прошлый год у нас на территории Набского участкового лесничества не было ни одного серьезного пожара. Вот, к примеру, там в соседних лесничествах, в Абрауском там было возгорание. У нас, как говорится, профилактическая работа ведется, и серьезных не было. Потому что лучше пресечь на месте, затушить костер, при необходимости составить административный протокол на нарушителей».